бои без правил харам но кавказцы любят боевые виды спорта что скажешь по этому поводу ну что есть то есть сожалению да так обстоят дела не только кавказцы вообще в этом мире в целом очень популярен сейчас этот вид состязаний скорее это наверное даже шоу больше шоу чем вид спорта и это очень популярно жажда денег сильнее чем их религия они все прекрасно знают что это харам но бабки просто очень нужны давайте начнем с того что у нас в республике жажда к деньгам к комфорту появляется еще более худших вещах чем мма наверное мма это меньшая проблема которая у нас сейчас существует люди откровенно предают свою религию а мы нашли там он не придает ее совершает то что запретно но он то по крайней мере не переходит на сторону врага не убивает мусульман ради это ради довольства этого врага не вешает на себя эти кресты которыми его награждают наши враги за убийство мусульман на кавказе то есть вот она на самом деле гораздо большая проблема мма это это меньше надо все таки нам наверное заботиться сначала о том это я не в коем случае не оправдывая конечно ммашников но все таки это не главная проблема звук нормальный смотрел UFC 267 вчера я конечно же не смотрел UFC 267 и вообще о том что он прошел я узнал уже постфактум и да есть что по этому поводу сказать может быть то что я сейчас скажу будет не соответствовать действительности может быть я что-то пропустил и о чем-то не знаю все что я сейчас буду говорить я буду говорить основываясь на той информации которую мне дали мои подписчики скинули мне информацию той сам я не видел ни этих боев и не с ней всей реакции которая была на эти бои так вот из той информации которую я получил от своих подписчиков я узнал что там выступали чеченские бойцы и все они одержали победы мне были названы несколько фамилий это значит хамзат чимаев это зубайра туфугов это альберт дураев и еще один спортсмен сожалению я сейчас забыл его фамилию опять-таки из того что мне сказали из той информации которую я получил мне сказали что кадыров и всех этих четырех бойцов победивших поздравил только одного того чью фамилию я забыл он не поздравил ни этого альберта дураева с победой ни зубайра туфугова ни этого чимаева хамзата никого из них он говорят не поздравил опять-таки может быть я что-то не знаю я сам не слежу за их страницами не знаю я даже не знаю честно говоря какая у него страница вот сейчас перед эфиром я попытался что-то там посмотреть проанализировать instagram но не понял на его ли я страницу попал или нет какая-то страница там помощник что-то кара я увидел не видел там поздравления но может быть это и не его страница можно другая поэтому не знаю если это так то вопрос у нас возникает в чем проблема кадыров эти вроде бы тоже чеченские бойцы они тоже по происхождению чеченцы вроде с тем же хамзатом чимаеву потом не так давно обнимались постоянно вместе светились там что-то какие-то спайринги устраивали что случилось это у вас такая многоходовочка ты не хочешь как-то дискредитировать этих людей связью с тобой но неужели ты настолько зашифровался что даже поздравить этих людей не захотел понятно что там можно было просто отписаться допустим вместе не фоткаться но и не поздравлять это как-то странно в общем у моих зрителей у подписчиков возникли вопросы они меня спрашивали тумсо что ты думаешь они что поругались они попали в немилость кадырова не в чем проблема я не знаю друзья я не сильно в курсе вообще вот этой вот ммашной темы поэтому я не знаю я могу основываться только вот этих слухах о том что тухугов попал в немилость об этом говорили давно так как тухугов он близок к абибу нурмагомедов их команде как вы знаете хабиб нурмагомедов его кадыров скорее откровенно ненавидит наверное чем чем не любит и любит мягко сказать ненавидит я бы сказал хабиба так как хабиб человек со своими амбициями человек который не стал карманным таким песиком кадырова не стал кричать что ахмат сила не стал тренировать его детей там фотографироваться становиться нянькой для его детей в общем от всего этого как отстранился и явно показывает свою независимость от кадырова свою самодостаточность парень заработал немало денег показывает свои амбиции на то чтобы самому быть каким-то значимым человеком будет даже не лидером как минимум лидером мнений и значимым человеком по крайней мере своем регионе более того он хабиба он еще и ненавидит потому что хабиб куда бы ни приехал он так как является очень известной личностью популярной во всем мире куда бы он ни приехал его также встречают его любят приедет он допустим в турцию там его встречают с ним какие-то проводят пресс-конференции с ним фотографируются то есть все то к чему так сильно ревнует кадыров это все происходит с хабиба нурмагомедов его также встречают эмиратах сауди и в любом в любом месте куда бы он ни поехал поэтому кадыров его ненавидит зубаир от уходов он близок к ним поэтому я думаю он из-за этого мог попасть немилость что касается остальных мне честно говоря не совсем это понятно особенно по поводу чего его может быть реально такая многоходовочка может быть что-то пошло не так в общем мы не знаем хотелось бы конечно услышать разъяснение по этой теме тем более что в последнее время нам начали отвечать давать разъяснения может быть этот момент нам тоже как-то разъяснят а может быть скорее всего мы скоро и так все узнаем либо нам покажут как этих всех людей соберут там проведут какой-нибудь ужин кадыров даст ужин в честь этих спортсменов и скажет что у нас все нормально просто мол ну не поздравил а не поздравил а может быть наоборот мы узнаем что что-то у них пошло не так в общем будем наблюдать митрандир ирландур ассаламу алейкум брат маршу овилу алейкум ассаламу арахмутула баракату митрандир ирландур автор и Продолжение следует... Продолжение следует...